Музыка Находящиеся по разные стороны телевизионного экрана на самом деле мало чем отличаются друг от друга. Мы, так же как и вы, совсем недавно для себя открыли новое государство – Марин Саунд. Естественно, находясь на новой территории, приступаешь к ознакомлению с местной флорой и фауной. Сегодня в поле нашего зрения попали воспитанники продюсерского центра Марин Саунд. Предмет исследования – группа «Оффроуд» город Москва. С обывательской точки зрения, приправленной местной ментальностью, закономерным можно считать вопрос, а что это москалью у нас забыли, что им дома не записывается. Но мы-то с вами находимся на другой ступени развития, и подобного рода вопрос задали в более корректной форме. Здесь вообще находится наш продюсерский центр, непосредственно Игорь Викторович Марин – наш шеф. И, соответственно, здесь, помимо всего вот этих перечисленных аспектов, как бы здесь еще просто потрясающая студия, которая, в принципе, аналогов в России, по-моему, даже не имеет. А, ну, за границей где-то может быть что-то подобное есть. То есть такого саунда, такого качества, такого большого спектра аппаратуры, как здесь, и возможностей нету нигде. Ни в Москве там нигде. То есть здесь действительно как бы очень все на высоком уровне. Московские гости неоднократно уже посещали наш теплый Краснодар. Причем в нашем городе ребята испытывают температурную благодать не только по причине климатических особенностей Южного федерального округа. Здесь люди приветливые нам. Вот это очень... Причем сказывается. Нас, кстати, здесь узнают по акценту, на совершенно другой акцент, сколько раз нам говорили. Не можем обойти вниманием такую тему, как значимость коммерческого успеха у музыкантов. Является ли она самоцелью для профессионалов, где расставляются приоритеты в получении дивидендов, либо все-таки пальма первенства отдается творчеству. Есть очень классное высказывание одного человека. Ребята, вы так хотите заработать своей музыкой денег, что вы забыли о самом главном, о музыке. Она должна быть музыкальная. Должна быть... Ну, есть же какие-то законы там, я не знаю, подходы, новые приемы, старые приемы, которые можно использовать. Это все вот как бы классическое еще школы остается. Ну, нельзя вот как-то взять тупо и там на одной ноте. Да, так, ну, ребята там, допустим, там где-нибудь там в Чукоте, там бам-бам-бам-бам. Так они выражают свои чувства. Да все, конечно, хорошо. Но если бы не существовало, да, вот таких вот аспектов, таких подходов, то, в принципе, и не нужен был бы тогда, как бы, да, коллектив. То есть нужно было бы спокойненько там сидеть под гитаркой и играть. Поэтому задача музыки в музыке быть музыкой, музыкальной музыкой. Красивой музыкой, хорошей. Что есть красота? В подобное рассуждение уже вдавались великие Федор Михайлович Достоевский и Оскар Уэлд. Соблюдая субординацию, дистанционируемся от классиков и возвращаемся к актуальному группе Offroad. Этот московский рок-квартет за несколько лет с жизни уже выпустил два номерных альбома. Готовятся к выходу новое творение. Также в этом году был переиздан дебютный альбом с полагающимися к нему бонусами в виде ремастеринга и ремикширования. В какой стилистике работают ребята для нас осталась загадкой Венского леса. Мы вообще не ставим каких-то ограничений по поводу стиля или принадлежности к нему. То есть мы делаем то, что нам нравится. То есть вот то, что нам пришло в голову, вот оно торкает, оно цепляет вот так вот, да. И просто вот именно вот таким образом у нас получается музыка. А уже то, что к какому это стилю что-то будет причисляться, там, скажем, та или иная композиция, потому что тут у нас вторая пластинка вышла «On the road again». Она совершенно разнопланная. Там есть как СК, так есть и панк, так есть и жесткий рок. Да, то есть и объединить это все в одну кашу под каким-то названием «Стиль» в принципе нельзя. В свое время как бы пресса нас окрестила, что мы играем «Калифорнийский рок». Честно говоря, не знаю такого названия. Вот, но все почему-то пишут «Калифорнийский рок». Не знаю, мы себя к этому не относим. Просто по одной простой причине, что я просто даже не слышал такого понятия. В принципе, вот таким образом и подготавливается почва для недовольных замечаний. И усыпаются камнями злопыхательства и так труднопроходимый путь музыкантов. Зачастую конструктивная критика подменяется дешевым критиканством, оказывающим на внедорожников от рока, как ни странно, положительный эффект. Продолжение следует... По поводу критики к ним относятся совершенно спокойно. И даже когда кто-то выливает грязь или какую-нибудь гадость, оно только подстегивает. Оно... Злости как бы как таковой нет. Именно вот подстегивает, что надо дальше работать. Конечно, такой огромаднейшей популярностью мы пока не пользуемся, но, надеюсь, скоро это произойдет. Вот. И... Как таковой критики в наш адрес, вот именно шквальный такой, то, что вот, да это не то, да что они делают, да это все там ерунда, да, или так далее. Такого нету. Для многих музыкальных коллективов вопрос продвижения и попадания в списки народной любви, иначе как наболевшим, не назовешь. Если гипотетически отказаться от радиоэфира, то несложно догадаться, что видеоклип для группы является хорошей визиткой. Как оказалось на поверку, у группы Offroad в наличии два видео. Мы снимали ролик наш первый, вот один из роликов, который крутится на Муз-ТВ сейчас, мы снимали его сами. Ну, не так давно, скажем так, несколько лет назад, но нам повезло попался толковый режиссер Амильбек Мухаметов, который, ну, тоже со многими коллективами работал, делал им ролики. Ну, вот. Конечно, это невысокобюджетный ролик был. Он черно-белого цвета, но смотрится он стильно, смотрится он классно. Снимался он в студии. Не такой шикарный, конечно, но тем не менее, в Москве в студии снимался. Потом его смонтировали, его показывали там по каким-то каналам в Москве. Вот. Сам даже участвовал в каких-то передачах с ним. Поднабравшись опыта и секретов актерского мастерства, оффроудовцы при непосредственном участии продюсерского центра «Марин Саунд» приступили к работе над вторым клипом, и опыт детей ошибок трудных так и проскальзывает в киновоспоминаниях. То, что мы сняли второй ролик уже с Игорем Викторовичем Марином, конечно, это высокобюджетная работа, и снимался она тоже в Москве. Подход был, ну, скажем так, более-менее. Вот. Но в итоге, короче говоря, ролик мы сделали, его создали. Сама работа, конечно, проходила очень интересно. Во-первых, это очень тяжело клип снимать, потому что ждешь каждого, ну, своего времени, когда тебе надо выйти. опять-таки тебя мажут, красят там постоянно, и причесывают, и туда смотри, сюда смотри. То есть это на самом деле тяжело, и самое что у детей, но это очень долго происходит. Хотя, честно скажу, работой этой мы довольны, но довольны не на все 100%. Можно, конечно, было сделать лучше. Не будем отрицать подобное предположение, ведь прогресс возможен только в развитии, в движении вперед. В свою очередь, само творчество обогащается благодаря нестандартным подходам. Ну, любой альбом должен, я считаю, что должен отличаться от предыдущего, потому что группа должна как-то развиваться, расти, и обязательно должна экспериментировать, на мой взгляд. Может быть, не слишком смело, но эксперименты должны быть. Потому что, в общем, в процессе экспериментов рождается что-то оригинальное. В мировой истории масса примеров, подтверждающих выражение, что одна голова хорошо, а две лучше. Рем и Рамул, например, основали Рим. Братья Галахер в перерывах между написанием песен «Люэйзис» дерутся. А вот у Дэна и Яна, можно сказать, семейная идиллия. Есть у нас костяк, это я и Дэна. То есть мы как родители этого коллектива, сочинение песен лежит на мне, а по таким вот делам, уже аранжировки, какие-то административные даже вопросы. В общем, с ними очень хорошо справляется Дэна. Делимся с вами источником воодушевления фронта на оффроуд. Отрадно, что и кубанским красавицам воздалось по заслугам. Женщины вообще издавна были предметом вдохновения художников, поэтов и музыкантов, и я, в общем-то, не исключение, я думаю. Безусловный плюс Краснодара, это невероятно красивые женщины, все, как на подбор. Просто идешь, думаешь, я что, умер в раю, что ли? Девушке это, конечно, хорошо, но помня песню про первозначимость самолетов, с поклонами отодвигаем прекрасную половину на второй план и выясним, как могут уживаться четыре взрослых мужика. У нас именно дружная большая семья. Вообще, как бы, за всю нашу историю у нас поменялось очень много барабанщиков, бас-гитаристов, и мы с Яном сейчас, вот именно обрели полностью настоящую семью, и мы все очень довольны, мы все дружны. Хотя, конечно, какие-то, знаешь, ну, возникают какие-то там, ну, распри какие-то, ну, это все такая ерунда, потому что все это решается, тем более мы знаем, что мы делаем одно общее дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Своими радостями, молодостью и планами о благородной седой старости поделился с нами самый юный и, наверное, самый ритмичный участник офф-роуд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас хочется драйва, хочется кураж и так далее. А чтобы поделиться с внуками своими молодыми поджигами или назидательно на них поворчать, необходимо помнить про то, что жизнь длится один раз и необходимо ее беречь. Я считаю, что здоровый образ жизни – это нормальный, хороший, крепкий сон, в первую очередь, конечно же. Потом это какое-то внутреннее спокойствие, меньше тратить нервы на какие-то маленькие вещи, которые могут не получаться, например. То есть, опять же, здоровье. Нервы, сон, сон, нервы уже пересекаются. Питание, естественно, питание, ну и занятие спортом. Позвольте возразить, какой спорт? А как же, простите за грубость, стереотипная атрибутика – пиво, бабы, рок-н-ролл? Риторика в окончании посыла бас-гитариста заставляет задуматься. Да я так думаю, на самом деле, что в любом же деле есть фанатики свои. Да, вот как, допустим, бойные фанатики, религиозные фанатики. Точно так же и рок-н-ролл, это же в трех-то, в принципе, достаточно большая древняя культура, естественно, у него не может не быть фанатик. Конечно, для них это не писаная заповедь. Секс, драк, сон, рок-н-ролл. То есть они будут в нее биться и упорно. А надо ли? Считается, что людям бесталанным незнакома самокритика. С другой стороны, гении любят окунуться в самокопание, тем самым развивая в себе новые комплексы и фобии. Для того, чтобы не выпадать из реальной действительности, необходимо разработать простую поведенческую тактику. Себя, конечно же, не бичевать. И не забывать о том, что нет пределам совершенства. Всегда человек ищет там, где легче. Поэтому, если есть желание пойти как-то потруднее по дорожке, то неплохо взять учебник с альфеджио, например, и посмотреть. Как бывает, оказывается, в 7 минут, то всего 7, к сожалению. А наворотить с ними можно очень много. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok